Привет, кисочки! Это приветствие предложил участник этого канала, Лаки Бонни. Но сегодня мы будем обсуждать секира, а именно боссов. Все лето я практиковался в этой игре, страдал. А потом... А потом я нагнул эту игру и прошел всех боссов. Так что я решил составить свой хитер-лист боссов. Оценка будет идти и по сложности, и по самому бою, и по лору. Ах да, если вам нравится мой контент, то буду рад видеть вас на бусте. Там вышел заранее вот этот ролик. А если я наберу 5 платных подписчиков, то я буду чаще делать ролики. Не смею вас задерживать, приятного просмотра. Итак, топ будет в виде тир-листа. Сразу скажу, что там мое субъективное мнение, оно не может совпадать с вашим, а еще там будут спойлеры. Итак, тир-д. Там будет один босс, который является самым скучным в игре. Безголовая обезьянка. Самый конченый, самый ленивый и самый скучный босс в этой игре. Первая фаза, это копирка второй фазы при первой встрече. А во второй фазе он призывает на помощь вторую обезьянку, которая ой как будет нам мешать. При своем первом прохождении я офигел такого поворота, так как обезьяну стража я убивал достаточно долго и тяжко. Как же я страдал, когда убивал ее еще раз. Но, справедливости ради, я убил ее с первого раза. Тир-д подошел к концу, и я перехожу в тир-ц. И эту категорию боссов открывает демон ненависти. Пожалуй, самый сложный и несправедливый босс. Бой с ним похож на бой с Дарк Соулса, но никак не из Сикера. Ему надо сбивать ХП, а не концентрацию. А ХП у него выше крыши. Так еще у него три фазы. Сам босс внешне неинтересен. Таких огненных чертей я видал в других Соулс частях. Да и помимо внешности у него повторяющиеся атаки, от которых бог знает как надо уворачиваться. Вот такой огненный удар может задеть, а может и нет. Метеориты вообще фиг знает как летят, а его атака головы вообще непредсказуемая. Демон ненависть я поставил выше макаки только потому, что у него интересный лор. Кстати, убивал я его честным способом, и это было больно. Дальше у нас идет падшая монахиня. Однофазовый босс, который себя мало что представляет. Ну какая-то женщина с алибардой и все. Урона получает мало, а парируется она очень хорошо. Я поставил ее так низко, потому что ее смещает более улучшенная версия. Не буду долго задерживаться на ней и двинемся дальше. На очереди у нас Тир Б, и он начинается с Леди Бабочки. Достаточно сильный враг для новичка, который подпортил мне нервишки. Ух, сколько она прыгала и летала. Сколько раз она кидалась ножницами. И сколько раз я ловил плюхи. Первая фаза, ну еще более-менее. А вот во второй фазе появляется самая конченная атака. Духи. Сначала они тебя прессуют. Потом бабушка восстанавливает концентрацию. А потом все эти человечки становятся бабочками и летят в тебя. А защититься можно только спрятавшись за столб. Конечно, я уже давно привык к ней и спокойно прохожу босса без аптечек. Но сколько она меня мучила. Ух, вы бы знали. Но да ладно. Еще у нее прикольный лор. Типа она была нашей старой учительницей. Сама она как-то тренировалась в лесу. Да и ей уже сто пятьсот лет. Вот и все. Поэтому пусть сидит в байтире. Нашу бабочку сместил никто иной, как... Крутой начальный босс. На моей памяти это первый босс-всадник, который выглядит вполне солидно. Он достаточно прост. Я его убил со второй попытки. Его можно победить даже не прибегая к парированиям. Но лучше так не делать. У него достаточно интересная история, в которой раскрывается, почему Асина до сих пор стоит и почему он служит Исину. Сам бой проходит бодро. Это один из немногих боссов, который демонстрирует игроку, что можно парировать абсолютно все атаки. Даже вот такие огромные копья. И Б-тир завершает генетира. Школа Томоя. Сам босс является огрызком обычного генетира и первой фазы битвы Исина. Мувсет у него совпадает с третьей фазой предыдущей битвы с ним. Правда, он не пускает лоннии, а пользуется клинком бессмертных. Поставил я его так высоко, потому что этот босс показывает рост игрока. При первой нашей встрече мы ему проиграли, не сделав ему при этом ничего. Во время второй схватки он заставил всех игроков принять правила игры. А в конце мы уже сами его унижаем и убиваем. Также это отличное завершение истории генетира, за которой мы наблюдали всю игру. Вот мы и покончили с Б-тиром и погнали в А-тир. Итак, Истинная Монахиня. Улучшенная версия падшей монахини. Босс состоит из трех достаточно интересных фаз, которые не такие душные, как у демона ненависти. Первая фаза это копирка падшей монахини. Во второй появляется опасная атака, которая снимает почти все хп. А в последней фазе из головы выползает многоножка, которая накладывает эффект страха. В этом боссе мне нравится муссет и разнообразие атак, да и сражаться с ним прикольно. Сюжет небольшой, но он дает некую информацию о боссе. Затем у нас идут Эмма и старый Исин. Эмма является первой фазой деда, а также достаточно неплохим соперником. Мне нравится то, что милая анимешная девушка, которая помогала нам с лекарством, давала советы и которая принимала наши подарки в виде саке, теперь сражается с нами. И она не пальцем деланная, она может два счета разнести игрока и не оставить от него мокрое место. Хуже этого может быть только старый Исин, который сложнее Эммы. Имеет подлые атаки, да и вообще сражаться с ним на этой арене непросто, особенно когда она горит. Исин и Эмма это хорошие боссы, правда после победы над ними, игрок получает плохую концовку, так что они находятся в другой сюжетной ветке. Но кто находится в альтернативной сюжетной линии? Об этом мы поговорим чутка позже. Обезьяна в ширме. Очень интересный эксперимент. Босс особого труда не представляет, но какая у него интересная механика. Игроку нужно убить четырех обезьян, у которых свои способности. Кто-то хорошо слышит, кто-то невидим, а кто-то хорошо видит. Это неплохой босс-головоломка, который отлично вписывается в игровой процесс. И последний босс в Аатире это Божественный Дракон. Самый красивый босс во всей игре. Сражение с ним происходит на большой арене, а наносить урон мы можем только благодаря молниям. Мофсет у дракоши небольшой, но он может заставить игрока попотеть. А развязка битвы достаточно уникальная. Вместо убийства мы достаем слезы. Вот это я понимаю убийство дракона. Я бы так унизомедирал, если можно было. И вот, элиты-элит, боссы, которых я перепроходил не один раз, которые мне очень зашли. Боссы S тира и открывают эту категорию... Обезьянка. Да, та самая, которая имеет ужасный клон в виде безголовой обезьяны. Сражался я с этим боссом недолго. Убил я его со второй или третьей попытки, но она умеет удивить. Во-первых, это обезьянка. Она очень резвая, противная и опасная. Своим поведением она может достать проблемы. К счастью, босс имеет только первую фазу. И всё. А, ой, вторая фаза. Ну, когда я до неё нашёл, то у меня не было аптечек. Её вторая форма заставила меня врасплох. Слава богу, она проще, чем первая. И её можно пройти парированиями. Дальше у нас идёт великий щеноби Филин. Бой с ним я ожидал с самого начала игры. Я был о нём наслышан, и когда я его увидел, я был очень растерян. Его резкие атаки, сносящие по полхп. Его стиль боя, копирующий наш. Его уловки, как, например, отключение лечения или петарды. И вишенка на торте, контратаками керри. Я был готов просидеть на нём пару неделек, но на удивление я его убил быстро. Может из-за того, что я опыта набрался. Может из-за везения. Но факт остаётся фактом. Это, пожалуй, одна из эпичных битв в игре. Отец против сына. Сражение с тем, кто обучил тебя всему, что знал сам. Но битва кажется неполной и немного лёгкой. Об этом я ещё успею поговорить. И в топ-3 входит Исин. Мастер меча. Ух, сколько я на нём прогорел. Конечно, он не такой хитрый, как Филин, но он заставил меня попотеть. Четыре фазы боя. Каждая из них разная. Атаки быстрые. Сносят много. Реагировать не успеваешь. А его колебаться значит проиграть. Дизморалит. В первой фазе у нас Генетира. Во второй уже появляется Исин, который атакует только мечом. В третьей фазе у него появляется копьё и пистолет. А ближе к финалу он использует молнии. Я его побеждал несколько раз. И это, пожалуй, самый сложный босс, с которым я сражался в Секире, да и вообще в соус играх. Сложнее может быть либо Демон Ненависти, либо Медир, либо Гаэль. Дальше у нас идёт ОПА, Папаня. На этот раз уже в скобочках отец. И он намного сложнее своей предыдущей версии. Хоть я его убил менее чем за час. Здесь он очень быстрый, очень резкий, хитрый и непростой. Вместо своих уловок он быстрее атакует. А его поведение зависит от игрока. Во второй фазе у него появляется филин, который уменьшает окно для атаки. И благодаря которому Папаня может телепортироваться и использовать магию. Но какая же классная битва. Я каждый раз кайфовал от саундтрека и от сражения. Ему наконец можно прописать Микири по лицу. А также это отличная завершающая битва между отцом и сыном. Я больше и сказать ничего не могу. Потому что это надо прочувствовать каждому игроку в Секире. И первое золотое место занимает второй босс в игре. Генетира Асина. Я думаю, что каждый игрок в Секире встретит босса. Который заставит его принять правила игры. И который будет мучить тебя очень долго. У кого-то это бабочка, у кого-то геба. А у меня был генетира. Я на него потратил 6 дней. Я не мог отразить ни одной атаки. А сейчас я наизе с ним справляюсь. Мне очень зашел его мувсет. Его атаки, лор и саундтрек. Которые я переслушивал не один десяток раз. Еще я его поставил так высоко благодаря тем страданиям, которые он мне принес. Если бы не он, то я бы вряд ли убил более сложных боссов. Я считаю, что я не зря потратил время на генетира. Потому что это было классно. Я с удовольствием с ним сражаюсь. И каждый раз я вспоминаю те моменты, когда у меня горело от того, что до победы мне остался один удар. На этом все. Надеюсь, вам понравился очередной топ боссов по Секиро. Коих на ютубе немало. Может я сниму по ДС-3 и по другим играм Фрома Софтвер. Если я осилю Элден, Первые Два Солса и Бладборн. Подводя итоги, хочу сказать, что разработчики сделали хорошую игру. И я снимаю перед ними шляпу. Но чаще я снимаю шляпу перед вами, дорогие подписчики. И выкладываю ее на ютуб.